Кто помнит прошлое, последнее служение перед уездом в Южную Африку? Это полгода было, полгода прошло. И помните, какая была тема? А я хорошо помню. Рубежи. То есть, и вот прошло полгода, и мы едем снова. Но не так далеко мы едем, едет уже трое отсюда. И я верю, что вот эта чистота начнет увеличиваться. То есть, полгода, потом еще меньше. Потому что начнется движение. Знаете, вот как есть застой в одном месте, это нехорошо. Оно должно течь. И я могу сказать, что после... Я не люблю ездить. Вот это мое нутро, моя душа, она не любит никуда ездить. Есть люди, любят путешествовать, только мечтают. Говорят, честно скажу, я не мечтаю ни о каких путешествиях. Мне дома хорошо, очень. И когда мне было ехать в Южную Африку, я, ну так как бы, ну честно, нету, не было. Так, ой, наконец-то, все, пока. Но, приехав оттуда, я понимаю, что невозможно тут получить вещи, которые Бог давал в отъезде. Неважно, это Африка или там другое место. Есть вещи, которые ты не в состоянии увидеть, находясь в этой атмосфере и среде. И когда я вернулся, в моей жизни изменилось много, много. В лучшую сторону. Потому что те вещи, которые Господь там дал, а что-то разрушил, сейчас я живу уже в этом. Ведь я не вернулся сюда, к старому. И это слово, которое он мне дал, оно у меня до сих пор на холодильнике висит. Что, ну по-английски, но по-русски этот смысл, что, ходя старыми путями, ты новые двери не откроешь. То есть старые дорожки ведут только к тем дверям, что ты уже проходил, уже открыты. Если ты хочешь увидеть новые горизонты, новые ресурсы, новые двери, надо идти другим путем, новым путем. Новым путем идти страшно, потому что не знаешь, где чего тебя ждет. Знаете, как вот едешь на машине, там, ну больше это на мотоцикле чувствую я. По знакомой дороге уверенно едешь, знаешь, где какой поворот, где ямка, где люка нету, где там, ну, могут выбежать. А когда едешь по незнакомой, ты едешь на стрёме всю дорогу, потому что ты не знаешь, что за поворотом тебя ждет. Так вот так вот, эти но, вот мы поедем втроем. И я верю, что мы, у меня одно из слов, которое я получил, это вы едете за ключами. Какие-то ключи. И вот это слово сейчас было, девица не умерла, но спит. Я верю, к Турции слово. А эта девушка не умерла, спит. Я иду разбудить ее, говорит Господь. Неужели люди не могли определить, мертвая девочка ли спит? Конечно, она мертвая была. Она уже холодная была, но были какие-то признаки. Но Ишуа говорит совершенно другими категориями и мыслит. И я верю, что это отразится на нас, на церкви, когда мы вернемся и на всех тех, где мы вот вставлены. Понимаете, вот один член радуется, все тело радуется. Удивительные вещи происходят. Чего мы туда едем? Чего тратится столько денег? Отдыхать нет. Ну, кто-то, может, там будет, Дима сказал, может, будет время там в море залезть. Может. А может и нет. Но это не цель наша туда. Загореть, спа, массажи. Олег говорит, там все в гостиницах есть. В этих джакузи все входит. Уже ж мы платим за нее. Но мы не едем туда за джакузи. Если придется где-то ночевать, может, в машине, придется ночевать в машине. Мы ж не туристы. Цель не туризм. Для чего тратятся такие деньги? Это не дешево вот туда полететь, все оплатить, там куда ни ткни. Евро, 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 евро. А турки очень любят евро. Нам сказали. Лиры, доллары. Все любят. И когда они видят русского, цена сразу вырастает в два раза. На любой продукт. Ну, что ты не сделаешь. Вот так. Так что едем туда не за релаксом и какими-то там покушать, посмотреть. Мне не хочется, честно говоря, никуда ездить, просто поглазеть. Едем за ключами. Ключи, которые откроют определенные вещи. Это все духовные вещи. Конечно, они будут. Я думаю, мы вернемся и расскажем все подробнее. Но сегодня на удивление Господь дал вот из того же разряда рубежей слово. Слово. Оно вот будет во второй половине. И я когда записывал эти вещи, просто сидел, получал, на меня просто помазание сходило от того, что я пишу эти вещи. И вы, я озвучу их. Ну, начнем мы с книги «Экклесиаз», глава 9. Я очень рад. Начал Господь открывать места Писания, которые у меня все 20 лет вызывали знак вопроса. У меня не было ответа до них. Я спрашивал, не получал от Бога ответа, не получал от людей. Не время было. И вот сейчас начинают они открываться. Я очень радуюсь. И «Экклесиаз», 9 глава, написано. 13 стих. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, людей в нем немного. К нему поступил великий царь и обложил его, окружил. Произвел против него большие осадные работы. Но в нем, в городе, нашелся мудрый бедняк. И он спас свою мудростью этот город. И, однако же, никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы. Аминь. Однако же, мудрость бедняка пренебрегается. И слов его не слушают. Мудрость лучше воинских орудий. То есть, что это за мудрость бедняка такая? То есть, ситуация понятна. Бедный человек из этой притчи, или это реальная история, которую Экклесиаз знал. То есть, безвыходная ситуация. Человек бедный дает совет, мудрость, которая помогает избежать резни. Там не написано, каким образом они победили. Может, договорились, я не знаю. Ну, какую-то хитрую. Ну, то есть, они избежали смерти. Но, однако же, после этих событий все о нем забыли. Почему мудрость бедняка? Смотрите, как тут сказано очень интересно. Мудрость бедняка пренебрегается. И слов его не слушают. То есть, даже мудрость. Но когда она в устах бедняка, к ней относится пренебрежение. Да, давай, давай. Почему? И вот вещи открываются такие. Смотрите. Притча 9 глава. То есть, Экклесиаз 9, а теперь Притча 9. Это, друзья мои, врата. Экклесиаз 9, Притча 9. Первый стих. Премудрость построила. Вот, можно закончить даже на этом. Что сделала мудрость? Вы знаете, нету слов отдельных мудрость, премудрость в Библии. Это уже по-русски так добавили. Мудрость, одно слово. Мудрость построила. Что сделала мудрость? Что-то сделала, что-то построила. Себе дом. 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 Кто-то строил дом, да, знают. Он не строится за раз, два, три. Что можно построить вообще? Вот такое вот, самое простое. Построить можно от детей, да, по шаренгу одну. На что-нибудь там стульчик, да, построить. Ну, надо построить громкость, будку. Ну, построить дом. И там написано еще, вытесало себе семь столбов его. То есть, мудрость что-то строит. То есть, если дом построен, да, что с ним станет дальше? Он будет стоять. То есть, дом, когда строится, он строится не на день, не на месяц. Дома строят без ограничения срока. Сколько простоит, столько простоит. Годы, годы. Что говорит апостол? Нас, апостолов, нужно понимать, как домостроителей. Мы домостроители. Скажите, можно назвать человека домостроителем, который не построил ни одного дома? Нет. Вот Сережа говорит, я профессиональный обрезчик. Почему он профессиональный обрезчик? Потому что он обрезает много. А если бы он ножницы этих, как они называются? Секатора в руках не держал. Хочешь телефон, рекламу? Не держал в руках секатора, но говорит, я профессиональный обрезчик. Мы скажем, дружище, может ты, конечно, хорошо режешь, но режь в другом месте где-то, не здесь. Мы хотим иметь дело с человеком, у которого есть плод. Мудрость построила. И вот Экклесиаз 7 глава. Экклесиаз 7 глава. Тут ключ. Тут ключ. Одиннадцатый стих. Хороша мудрость с наследством. Хороша мудрость. Значит, есть какая-то мудрость без наследства. Хороша мудрость с наследством. Особенно для видящих солнца. Потому что под сенью ее тоже, потому что под сенью серебра. И превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. И вот здесь, я верю, сокрыта одна из самых больших тайн или таких даже водоразделов. Послушайте внимательно. Этот стих один из тех, который всегда мне не давал покоя. Помимо мудрости бедняка. Смотрите. Он говорит, мудрость с наследством. Хороша мудрость. И затем пишется, смотри на действование Божье. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Вот этот стих 13. Это черта, отделяющая земную мудрость. Вот эту житейскую начальство властей от Божьей. Вот этот стих. Об него притыкаются и спотыкаются. Верующие ненавидят этот стих. Потому что он подводит нас к тому, что в одни благополучия пользуйся благом, в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог. Нам не хочется признавать, что не все зависит от меня. Что я не могу просто взять и тучи развести руками. Потому что мне хочется так. Я сейчас буду исповедовать и исцелюсь. Я буду молиться и прорвусь. Я буду это делать и я обязательно буду успешным. Сейчас я вам прочитаю. Новость пришла. Новость сейчас запотел. Я сфотографировал. 12.12 тем временем. Смотрите. Завтра в Симферополе пройдет научно-практический семинар для тех, кто хочет стать счастливым и успешным. Найти гармонию в себе и жить с удовольствием. Как вы думаете, это христианское или нет? Понимаете, что произошло? Все перемешалось. Сегодня вот под этот лозунг поставь адрес церкви или адрес какой-то, знаете, кто это? Психолог, арт-терапевт, песочный терапевт. Слышно ли такое? Песочный терапевт. Ну, тетечка какая-то. Нет, это не церковь, но очень похоже. То есть, а тут как бы нас Библия подводит, что есть вещи, которые от тебя не зависят. Хоть лопни, хоть пыхти, хоть запастись. Ты не можешь выпрямить, если Бог искривил что-то. Да, да я, да я, что ты? Черепок. О, другая, другие, другая песня. О, значит, все по воле Божьей, все, ничего не надо делать. Это вот, вот этот стих приводит нас к тому, что нам приходится признать, Господь, ты творишь все, что хочешь. Господь, ты суверенный Бог, разве могу я упрекнуть тебя, что ты не прав? Хоть в чем-то. Даже если сегодня я выйду, и меня собьет машина, разве я могу сказать, что ж ты не уследил за мной? Нет. Господь силен спасти нас от огненной печи, но если и не спасет. Вот эти ребята прошли этот водораздел. Они не служили Богу за подачки. Давай, как эти, знаете, с крыши, рэкетиром. Мы тебе там отстегиваем, а ты нас защищай. И если там бесы, разбирайся. Это не отношение с Творцом Вселенной. Ладно. Хороша мудрость с наследством. Вы видите этот стих? Фу, смотрите. Там, где действует мудрость, что-то будет вокруг строиться и созидаться. Обязательно. Премудрость построила. Апостолы, которым была открыта Божья мудрость, он написал в Ифианам 3.10, они говорят, мы домостроители, мы строители, мы строим дом Божий. Мудрость без плода не имеет силы. Силы созидания и долгосрочного действия. Что такое мудрость бедняка? Да, человек без плодов иногда выдает вещи, ну, нельзя сказать, от Бога правильные. Но из-за того, что в его жизни нет плодов, знаете, на что можно сравнить мудрость с наследством и мудрость бедняка? Это дать человеку рыбку или дать ему удочку. Какая разница? Дав ему рыбку, он наелся. Он получил что-то. Он говорит, слава Богу, это действительно ответ. Но он никогда не пойдет сам ловить эту рыбу. И он будет ходить и сказать, кто бы ему кинул рыбки, у кого есть удочка. Но мудрость наследства, мудрость, которая имеет долгосрочный эффект, это когда человек, у которого есть плод в жизни, он что-то построил, и он говорит, он дает инструмент. Да, инструмент невкусный, его нельзя сразу кинуть в брюхо себе, как сегодня привыкли верующие. Сразу! Я приехал на конференцию, ничего не получил. Такой пошел, недовольный. Люди привыкли, заезжают на конференцию, на служение. Видели птенцы вот эти вот? Почему ничего не кинули? А он говорит, вот удочка, иди лови. Так я не хочу ловить, вот это сидеть. Георгий, рано ж надо вставать, правильно? Червячков этих надо. Ну, это же целая история. Сидеть. Почему я не очень рыбалку люблю? Еще нельзя болтать, нельзя смеяться, шутить нельзя. Но зато тогда человек начнет кормить других. То есть, вот эта мудрость с наследством, мудрость бедняка. Поэтому человек иногда говорит, я такие откровения получаю, почему их никто не слушает? Потому что ты еще ничего не построил. Ну нет, вот посмотри, вот стоит человек, а что у него за спиной? Есть что-то там? Плод. Как евреи, вот бедные евреи, это анекдот, да, говорят? Вот у евреев мудрый, это тот, кто имеет такие что-то. Ну, что-то там заводик, там прачечная, там автомойка, там какая-то сеть магазинчиков таких. Маленький, везунчик где-то. И он ходит такой, не скажешь даже, потом раз, у нас везунчик в этом, как его, во дворе, ну, типа такой, не везунчик, ну, знаете, вот этот, тошнотик этот маленький, что там все есть, вот это маленькое такое. И дядечка там приезжал на такой ржавый-ржавый Мерседес с украинскими номерами, старый. Он просто мне перегораживал иногда гараж, я его отгонял. И выходит, извините, извините, дядечка такой. Пропал Мерседес тут, приезжает. Я не знаю, я не разбираюсь, но это что-то последний, какие корабль приехал такой. Я говорю, можете убрать его от гаража? Да, 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 да. И такой же и остался. Вот так, магазинчик человек держит, там один, там один, там один. Плоды. И когда к нему подходишь за советом, его совет будет иметь долгосрочный эффект, потому что у него есть результат. Это не просто правильная мудрость, это мудрость, прожитая, имеющая силу. Это не теория, так скажем. Ведь теории-то тоже хорошие бывают, хорошие. Но когда ты не видел ее в деле, и вот мудрость, 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 к этому и подходим. О церкви скажу. Вот, ну вот такой вот небольшой экскурс, экскурс. Перед тем, как высвободить это слово, я вчера думал о том, что я никогда не планировал быть служителем, и тем более стоять здесь, за кафедрой. У меня нет, ну кто-то может, знаете, вот я учился в школе, учился там до девятого класса, и никаких планов вообще не было на жизнь. Вот у кого-то есть там, я пойду отучусь на этого, потом пойду поработать туда-то, ну какие-то перспективы, института, у меня вообще не было никаких планов. Ну не было, я жил и жил. Единственное, что я ничему не учился, никаких вообще навыков, кто-то, знаете, там с детства машины там с папой там ремонтирует, кто-то там, ну чему-то научается из детства, а я ничему не учился. Единственное, что я учился у панков, я дружил с панками, играть на гитаре. И я уже играю больше 20 лет для Господа. Господь уже тогда знал, что мне понадобится. Понимаете? Поэтому Он мне никаких планов даже не давал иметь. Знаете, вот я, карьера, рост, заработок там, не было, все. И вот в девятом классе, как я уверовал, я потом учился, остальные там, десятые, одиннадцатые, я уже и думал, может, после девятого уйти, ненавидел школу, вообще люто, не любил школу. И вот я смотрю, такая жизнь вот была, я болел много. Вот мама моя тут, кто-то там на Ютубе, не знает, сидит. Я вспоминаю, какая-то такая, вот такая карточка. И уже прямо вот с, сколько мне было месяцев, когда первая операция была? на лице. Да, год и семь. И настолько была операция сложная, что даже без наркоза все так быстро, резали лицо. Я только сейчас понимаю, что чувствовали родители. Вот я буду представить сейчас твоего Манюню, ты знаешь, его там режут по-живому, он терпит вообще страшные муки, потому что его спасают жизнь. Вау, я не могу представить, что происходит тогда вот. Я помню, ну вот понимаете, ситуация, мы не идем легким путем. Вот что я хочу сказать. Бог нас, меня Бог сюда подвел. У меня, дьявол все время хотел уничтожить. Я помню, были такие страшные боли, я даже не помню, говорил ли я кому-то, где-то вот в брюшной полости до девятого класса, иногда как схватит, такая страшная, страшная боль. Я думал аппендицит, но это не аппендицит был. Так что я скрючился, я даже не мог от боли кричать, так было больно. И она где-то час, час вот, и потом бух, вот так проходила, без таблеток, без сил. Потом я уверовал, оно, ну ушло все, нет, не было ни разу, как я уверовал. Потом помню зубы, 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 у меня зубы болели с детства, все запломбировали, я помню, что они все время крошились, я постоянно выплевывал кусочки зуба в пище, все закончилось, когда вот Господь признал. То есть жизнь такая была, знаете, я не был такой выдающейся какой-то личностью, лидер, там такой оратор, есть такие, знаете, заводилы именно на районе, там, и потом они и в церкви такие же, ну как бы, не, у меня не было такого, вот такая, вот такая, там зуб выплюнул, такое какое-то, не то, что я дистрофик, но такое было, и более того, когда я лежал, кости ломались, сломал ногу, лежал в больнице, и заходит папа мой, Рэбе Юзик, вы его знаете, под псевдонимом, и я до сих пор помню, 94-й год, как он выглядел, в какой одежде зашел, вы знаете, потому что это зашел не Рэбе Юзик, это Господь пришел, это я сейчас понимаю, я бы не запомнил, такие детали, помню цвет, и какая курточка на нем была даже, в какой руке у него Библия была, и он мне сказал, знаешь, сын, я больше не пью, я не курю, и все, Бог ко мне пришел, и я, мне вообще до лампочки было, что он уверовал, мне никакого не было желания, и первое мое знакомство с церковью в сознательном возрасте, когда мне было 15 лет, оно произвело на меня такое негативное впечатление, что у меня была одна мысль, вот когда меня привезли в первую церковь, вот я уже в 15 лет, была одна мысль, никогда в жизни больше сюда не приходить, то есть настолько отрицательное произвело впечатление, то есть я к тому, что я тут стою, не потому что я хотел, я не хотел вообще, даже наоборот, и когда я смотрел на проповедников, и я смеялся над ними, в сердце, какая, какая вообще гнусная профессия, такая мерзкая профессия, развлекать людей, делать серьезный вид, что ты это, вот это все на самом деле, я же думал, ну гонят, ребят, я посмеялся, фу, клоуны, вот это ж надо, хорошо, что я никогда в жизни не буду таким, в этот момент на небе смеялся Господь, видя уже всю жизнь, я-то вижу только еще кусочек, еще, так вот, поэтому Бог сюда подвел, и сейчас уже прошло время, прошли десятки лет, я могу сказать, что церковь для меня, это нечто большее, чем просто вот общество, или клуб, или как назвать, организации, вообще церковь, знаете, что одно из самого сложного для человека, это дать определение церкви, что такое церковь, я считаю, невозможно это сделать, ну в библейской школе, конечно, все сделают, но дать определение церкви, это все равно, что дать определение Богу, это возможно, нет, сейчас я хочу вот о церкви сказать, вещи, но не о церкви, как мы привыкли, а что-то его стереотип уже церковь, но это вот халилуя, там братья-сестры, вечеринки, там песни, молитвы, сила Духа Святого, огонь, нет, о церкви, вот читая Библию, складывается какое-то, вот понимание, которое может быть поэтическое отчасти, может где-то мечтательное, может где-то такое оно неопределенное, потому что церковь это тайна. Первый момент, что никогда, никогда церковь не была каким-то промежуточным звеном, вот сейчас тут как бы она нужна, потом она не нужна. Артур Кац говорит, что все творение было сотворено, звезды, небо, дьявол, все вот это было ради церкви, чтобы могла появиться церковь. Не в том виде, что сейчас, вот в этом. Что же такое церковь? Постараюсь, постараемся на этот вопрос, о нем поговорить, ответить на него пока невозможно. Вот эти слова. Церковь это нечто абсолютно уникальное в этом обществе. То есть то, чему нет никакого аналога. Я опять же имею в виду не существующую модель церкви, а церковь вот эта, описанная здесь. Ее невозможно квалифицировать, квалифицировать. А, это харизмат. А, это православные. А, вот это мусульмане. А вот это вот буддисты. Божью церковь невозможно так квалифицировать. Ее невозможно отнести к какой-то группе. Ее невозможно структуризировать. Окей, мы знаем принципы, теперь мы строим церковь. Невозможно Божью церковь строить в виде структуры какой-то. Так, пастор, помощники, десятники, лидеры, домашние, это все фонарь. Это не церковь. Это клуб. Почему церкви называют клубами сегодня? Очень уж похоже. Знаете, есть клуб, вот танцы, там люди собираются, разных профессий, танцуют. Вот у нас был клуб американского футбола, Тавры. Там кто хочешь был, скинхед был у нас в одной команде и прокурор. Как вам? Это только два таких очень интересных персонажа. Прокурор и скинхед настоящие. Когда кто-то там у нас один был татарин, он начинал танцевать лесгинку, скинхед сказать, слушай, ты успокойся. Он не мог это выносить, но играл хорошо. Поэтому клуб, это клуб. То есть, это не значит, что мы и церковь, если церковь это клуб, ну беда, это не церковь. Ее нельзя структуризировать, то есть, невозможно написать книгу, как построить церковь. Ого. Может, в эту сторону надо говорить. Как построить церковь? Если вы видите эту книгу, не читайте ее, потому что церковь Божия, это не структура. Нету в Библии никаких структур, запомните, никаких описаний, кто, как надо строить церковь. Одно, к чему приводит нас Господь, доверять Святому Духу. Все. Что такое церковь? Это свежее движение Святого Духа сейчас. То есть, мы, как общество, зациклены на этом зале на 11 часов воскресенья. Ну, нам нужно это, какие-то ориентиры. Но если здесь не будет движения Святого Духа, мы не церковь, мы клуб. неважно, сколько людей, неважно, какие тут будут вообще представления. Церковь, это движение Святого Духа сейчас. Если мы на улице общаемся с братом, и нас наполняет Святой Дух, это церковь. Если здесь мы собираемся вместе, здесь движется Святой Дух, это церковь. И из-за того, что у нас есть табличка, есть какой-то статус, не делает нас церковью. Церковью у нас делает Дух Святой. А не организация, не структура, не ячейки, не то, что мы растем и увеличиваемся. Опухоли тоже растут и увеличиваются. Но мы как-то не радуемся этому росту. Церковь невозможно идентифицировать. Вот такие сложные слова. Квалифицировать структуризировать. То есть, мы не можем, понимаете, рассмотрев, как эксперты, какое-то общество, сказать, а вот это церковь? Или, не, это не церковь. Нельзя, невозможно. Потому что церковь, она не подконтрольна мозгу, разуму человеческому. ею руководит Христос. Он решает, что церковь, а что нет. Не существует таких экспертов. Опять же, появляются эксперты, до свидания, а вы не церковь. Всего доброго, хорошего настроения и денег побольше. церковь не входит ни в одну систему этого мира. Знаете, сейчас заставляют называться церковь, как она, местная религиозная организация. Люди, мир всегда будет пытаться загнать церковь в свою систему под контроль. И они классифицируют. Ага, вот эти шумят, кричат, прыгают, хлопают. Харизматы. Вот эти грустные, там, нудные, тихие баптисты. Вот эти там в платках сидят, женщины отдельно, мужчины отдельно, орут постоянно на иных языках. Писятники. Вот это вот с крестами, там, бородами на мерсах ездят. Православные. То есть и вот появляется церковь Божья, которая не вписывается ни в какую, потому что сегодня они плачут, завтра смеются. Потом одели кресты, потом сняли до трусов разделись и радуются. И понимаете, как на это, что, как, с какой стороны единственный ответ убить, уничтожить, выбросить, запретить такой срам. Потому что мы не знаем, как его контролировать. Почему системе этого мира выгодно, чтобы церкви сбивались в союзы? Союзы. Потому что над союзом стоит, я бы сюда залез, но он может сломаться, один епископ такой. И епископ позовут, иди сюда, иди сюда, дорогой, Иван Иванович, заходи, садись, сейчас мы с тобой будем говорить. И Иван Ивановича берут за одно место. А теперь все церкви, которые под тобой будут делать это, это, а вот это, это не делать. Ты понял? Yes. Попробуй, не скажи yes. Оторвут же сразу. И он идет, и начинает, ну хочешь, не хочешь, контролирует враг через это. Потому что, почему, допустим, мы с союза вылетели, не вписывались, вот закалывали другого мечом на служение, они говорят, как это можно вообще? Больше, чтобы мы такого не видели. А мы говорим, как это, чтобы нам Дух Святой сказал заколоть друг друга, эго. Да не мог он такого сказать, что вы придумали? Помните, да? Закали брата в сердце мечом вот этим. Ну как, образно, не по-настоящему, конечно, да что-то. Люди же верят всему, что на ютубе, правильно? И вот, и не вписываясь, то есть, если церковь будет церковью, она не впишется ни в один, Г-12, там, Д-18, ни в одну структуру, она не впишется, ее выкинут оттуда с позором, со скандалом. Она не входит ни в одну систему мира, ее нельзя просчитать и понять. Понять церковь нельзя. Даже те, кто стоят у руля церкви, ее не понимают. Дух дышит, где хочет, и нам Господь говорит такие вещи, но не знаешь, откуда приходит. Как это я не знаю? Я пастор, я все знаю. Я знаю, когда он будет действовать, когда нет. Это не церковь, значит. Потому что даже пастор, понимаете, мы идем на служение, и мы не знаем, когда он придет или не придет. Представляешь, сегодня такое, раз, что-то нету. Поэтому они каждый день собирались, были вместе, потому что, ну, мало один раз было, вдруг он в воскресенье бы не пришел. Ну, я шучу, он нас любит, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Ты никогда не просчитаешь. Сегодня он пришел и исцелил пять больных, а больных в церкви десять. Почему только пять? Я не знаю. Ну, пастора, бастор придумывал этот маску, значит, у пяти веры не хватило. Ты что, знаешь сердце человека, исцели его сейчас, ты не знаешь, что будет через минуту с ним. Мы иногда со своей вот этой вот исцеляющей силой влазим, куда не надо. Иди эти. Ты не знаешь, что не надо молиться? Молиться надо, но по откровению. Бывает, что кто-то приходит, помолитесь за меня, за это, это, молишься, и внутри такое, Господи говорит, нет, не будет. И ты уже, Господи, ты мне ставишь в дурацкое положение. Что мне теперь человеку сказать? Господь тебе говорит, нет, дочь моя. Мой ответ, нет. Да. Вот к этому не буду ходить, молиться, у него все время какие-то такие, нет, нет. Она, смотрите, ее нельзя понять и просчитать. Это тайна Бога. Церковь, это тайна Божья. Она непредсказуема и загадочна. Вот его церковь, как сам Господь, он непредсказуем был. Почему его боялись? Потому что никто понятия не имел, что он выкинет сегодня. Он сегодня исцелять будет или уедет на лодке, или пойдет гулять по воде, или пойдет в пустыню на всю ночь молиться. Что будет сегодня? У него не было никакого расписания дня. Как вам такое? У нас апостольская миссия. Апостолы идут, класс, мы в хорошей команде, с нами сам Машех. Вот представьте себе на месте апостолов, мы идем там в Турцию, Аллилуйя. И вот это мы движемся. И вдруг наш лидер Машеа говорит, ребята, садитесь на лодочку и едьте. А ты что? Он же не сказал, ребята, так надо, я потом вам что-то покажу. Ребята, представляете, что, конец что ли миссии нашей? Тут еще буря поднялась, а Господь идет мимо них. Помните? Вообще, нездоровается. Хотел пройти мимо. Он непредсказуем и загадочен. И они часто говорили, кто это? Кто же это? Поэтому, чем больше мы будем становиться церковью, тем более непредсказуемыми будут наши служения, общения, домашние, общие молитвы и так далее. Мы не будем знать, когда начнется, и когда закончится. Вот почему залы, они не подходят для этого, арендованные. Нужно свое, где бы мы могли ожидать столько, сколько нужно и продолжать столько, сколько нужно. Ну, хорошо, нам здесь хотя бы в выходной день нас отсюда не выгонит никто. Ну, а если Дух Святой захочет продолжить в понедельник, что нам делать? Под дождь, да? Поэтому мы идем туда постепенно. Нам сейчас здание свое не надо, мы просто там потеряемся в своем. Дух Святой начнет двигаться, откроется, вот знаете, как все решается? Сердце директора открывается одного вот здесь. И у нас семь дней в неделю зал. И все работники пребывают здесь вместе с нами. Все делает он в правильное время. Церковь не строится естественным образом и не поддается анализу. Церковь это абсолютно сверхъестественно. Каждый из нас уникальная личность. У нас у всех отпечатки пальцев разные. У нас у всех глаза разные. Это все разное, куда ни ткни. Даже близнецы у них столько отличий. Почему же мы думаем, что церкви будут одинаковые? То, что побольше отдельного человека. Каждую церковь Господь взращивает уникально. Поэтому если я напишу книгу, у нас к примеру 5 тысяч человек мы построили церковь, все работает как часики. Я пишу книгу «Как построить хорошую, большую, успешную церковь?» Я пишу такую книгу продам, заработаю. И вот какой-то пастор в Симферополе или в Джанкое купил. Ой, наконец-то все. Сейчас. И он начинает делать, а ничего не работает. Потому что у него нету этого слова. Это мое было слово. Оно сработало один раз. Все. Больше оно не работает. Патрон выстрелил, патрон больше не стреляет. Можно носиться с этими стрелянными гильзами, книжками, учениями, они не работают. она не строится естественным образом. Никогда церковь не будет созидаться силой логики, стратегии или какими-то принципами. Так созидаются клубы, организации общественные, какие-то вот структуры. Да, созидаются. Но церковь это не структура, не клуб, не общество по интересам. Это полнота наполняющего все и во всем. Это столпы утверждения истинные. Это что-то большее. Вот есть клуб там шахматистов. Вот были бы мы шахматисты, мы тут собирались, и вместо того, чтобы петь, пешки двигали. И развивались бы в этом. А потом шли, занимались своими делами, как сегодня в церкви происходит. Ведь шахматисты, вот этот же прокурор и скинхед в моей команде, они не стали родственниками. Они не стали кушать вместе, они не стали встречаться и где-то общаться, и как-то жить вместе, что-то вместе созидать, ну как это. То если в церкви у нас похожая ситуация, собрались, разбежались, каждый по-своему, это клуб по интересам еще. Настоящая церковь это живой организм, это семья. Знаете, вот да, пришло время это сказать. Когда я говорю на интернет, вы семья моя в духе. Звучит так, ну, великодушно. Но вот здесь, вот я, к примеру, скажу, ребята, вы моя семья. Звучит, потому что приятно, но на практике, что такое вот семья? Вспомните своего брата, сестру, там у кого близкие. На что ты готов ради своего родственника? На все. Ты последнее продашь, чтобы его негодяя спасти и вытащить из беды. И если родственнику негде жить, куда он придет? К тебе. И что ты ему скажешь? Нет, мне тут и так тесно. Родню свою мы всегда пустим и отдадим машину, надо продать, будем продавать, чтобы, там, пример, представь, вот ситуация, там, попал, болезни или еще какие-то неприятности. Готов ли я на это ради вас? Такой большой вопрос, да? Семья ли вы моя? Мой брат, вот мой, он может прийти ко мне, когда захочет, и я к нему, или я к маме могу, или она ко мне. Нам не надо какой-то, знаете, повод или разрешение для этого. Если я говорю, вы моя семья, это значит, мой дом для вас открыт всегда. Это значит, вы можете прийти и покушать, не сильно там парясь. И я могу доверить вам ключи от своего дома и не беспокоиться, что его обчистят или там будет какие-то неприятности. А даже если будет, вы все равно останетесь моей семьей. является ли является ли эта фраза вы моя семья настоящей? Да, если вот это все я смогу исполнить. Если же мы все-таки не-не-не-не, у меня есть мой братик там родной, мамочка там, папа мой, им да. А Славик, ну как бы мы братья во Христе, типа, ну что ж ты лезешь-то ко мне в душу. Да. Мы же во Христе, это же как бы что-то меньшее. Так вот, церковь, это что-то большее, чем родственные узы. Представьте, к чему нас Господь ведет. Когда наше отношение к братьям и сестрам по вере станет сильнее, чем к братьям и сестрам по плоти. Когда мы будем готовы отдать последнее, последнее, в ущерб себе, конечно. Когда готовы потесниться, если брату там негде, к примеру, спать, ну попал он там в беду. Вот это то, что было в первой церкви. Они принимали странников, чужаков, вообще не знающих вот таким образом, как свою родню. Не боясь, что поймают там вора, к примеру. Помните этот фильм, где священника обокрал один Сереброук, а как он называется? Отверженный. Да, и когда священник пришел, сказал, что я сам ему дал. Да, еще вот ты забыл взять. Сделали бы мы это ради брата своего по плоти. Ну, чтобы его в тюрьму не посадили, конечно. У тебя есть такие братья. Я был на суде у моего друга пошкольного, и он так уже вывел свою маму, ну, наркоман. Я помню суд, вот один раз я был на суде в жизни пока что. Встать, суд идет, думаю, так в кино. Садитесь. И он сидит такой, улыбается, ну, говорит, что, он уже был там в местах. И судья говорит, если сейчас в зале здания суда мать готова возместить деньги за украденный телефон, значит, он отпускается. мать, пусть сидит. Вау! Ну, там немного же надо было, вот это надо достать, так представим, маму, что она его в тюрьму отправила, что он так уже все уже, сыночек. Но, тем не менее, он ее сын, никуда, ну, никуда ты не денешься. Она его тащила, вот он умер, к сожалению, от наркотиков. Но все равно она до последнего, это мое. Вот, что такое церковь, мы еще только туда подходим, учимся, но уже есть, уже есть хорошие симптомы. Никогда церковь не будет созидаться силой логики, стратегии или какими-то принципами. Она, церковь, полностью противоречит мудрости этого мира. Почему нет психологии, почему нет всем этим коучингом, вся эта, вот, все равно эту хламу, в чем мир живет, потому что церковь, она полностью противоположная этому. И если я беру вот это вот мирское и начинаю строить церковь этим, получится что? Клуб, организация, шайка, компания, вот что получится. Знаете, есть компания, приносящая прибыль директору. Компания называется христианская община. Пока церковь, смотрите, течет в одном потоке с миром. Вот представьте, мы берем у мира принципы, строим этими принципами церковь. И потом начинаем, сегодня мы воюем с дьяволом, с духом этого мира. Ха-ха, он смеется. Чего? С кем вы там воюете? А на чем ты сидишь в стуле? Чьи ты ешь вот эти рожки, а? Посмотри на лбу, чья печать? С кем ты воюешь? Вся ее духовная война такой церкви не представляет угрозы начальствам, властям, пока мы в одном струе с миром течем. Сейчас я прочитаю 2 Коринфянам. Вы сейчас увидите то, как жила церковь. 2 Коринфянам пишет апостол Павел 6 глава. Даже часть прочитать достаточно. Смотрите. С 9 стиха. Мы неизвестны, но нас узнают. Как это возможно? Это противоречит логике. Узнают известных. Вы видели когда-нибудь знаменитость на улице? В Ялте вот были, часто можно встретить. Узнали. А если я неизвестен, никто ж не шарахается от меня? не подходит фотографироваться? Апостол говорит все наоборот. 180 градусов. Мы неизвестны, но нас узнают. нас почитают умершими, а мы живы. А что там еще школа Христа жива? Что там, Сережка живой еще бегает? Да ты что? Прямо своими ногами? Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вот это бы иметь, да? Все наоборот. Как происходит в мире? Огорчают? Огорчаешься. Радуют? Радуешься. Вот две, два. С сегодняшнего дня тариф на электроэнергию повышается в сто раз! Как, да, такое сразу? С сегодняшнего дня тариф на электроэнергию понижается в сто раз! Вау! Вот это новость! Это в мире так. Апостол говорит, у нас все наоборот, нас огорчают, а мы радуемся. Это как маслом тушить огонь. Чем больше ешь, тем больше... Вау! Ха-ха-ха! Ух! Что такое? Как, что за реакция? Это то, что будет различие между служащим и неслужащим. Дальше. Мы нищие, но многих обогащаем. Тоже невозможно. В мире это невозможно. Никто нищий не может обогатить. Подойдите к бомжу и попросите его обогатить вас рублей на тысячу. не-не-не. Это невозможно. Апостол говорит, возможно, мы нищие, но мы многих делаем богатыми. Это мудрость Божья. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Апостол, видите, он не врал, когда говорил, мы ничего не имеем. Но у нас есть все. У нас есть дом в каждом городе на земле. У нас есть семья в каждом населенном пункте. У нас везде все есть. Мы всем обладаем, потому что Господь сказал, все ваше. В Коринфе нам так же. Так, надо подытоживать. Сегодня еще есть событие. она полностью противоречит мудрости этого мира. Мир не способен понять церковь, как не способен понять и Бога. Поэтому мир не имеет над такой церковью никакой власти. То есть там, где церковь живет по принципам мира, мир ее контролирует, что бы она ни делала. Но там, где мы, вот, как Коринфина мы читали, мы живем так, мир не имеет никакого контроля над нами. А мы вас убьем. Знаете? А мы вас закроем. А мы вас оштрафуем. А мы вам запрещаем это делать. Это сказали апостолам. Побили их. Сказали строго-настрого. Смотрите, в следующий раз убьем. Ребята, вместо того, чтобы сесть, подумать, помолиться, прикинуть, может, переехать куда-то, где благополучнее атмосфера. Россия, жесткие законы, может, куда-то подальше. Вместо этого они идут на то же самое место и продолжают делать те же самые вещи. И эти стоят в шоке. Подожди, это те же, те же. Мы же только шоши. Как? Я не понимаю, их не сломать, их не запугать, они не боятся умирать. И в конце концов, вся вот эта вот империя на коленке встала перед Господом. мир, начальство и власти имеют власть только в том, что движимое их мудростью. Вот почему мир ополчается против такой церкви, так как боится ее. Она представляет угрозу всей системе этого мира. Апостол говорит, ребята, все, что у меня было до церкви, до Христа, я почитаю за мусор. И мы, приходя к Богу, представляете, что происходило? Происходило обращение тогда. Люди приходили с какими-то багажами и все вот это, вот что было, разрушалось. Они расставались с имуществом всем, вот то, ради чего они жили. Карьера, репутация там, я не знаю, ну все, все нажитое, достигнутое. И человек находил радость в чем-то другом. Они это делали с радостью. И расхищение имущества вашего приняли с радостью. Они не только отдавали на дело Божье с радостью, они даже радовались, когда у них забирали насильственным путем то, что они имели. Это другое что-то, это нонсенс, как его еще, явление какое-то в этом мире церковь. Это то, к чему нас призвал Господь. Так вот, основная духовная война, она происходит через демонстрацию жизни иной мудростью. Когда мы, как церковь, начинаем жить другой мудростью, чем мудрость этого мира. Знаете, вот я сейчас, когда уезжаешь, смотришь, анализируешь, что-то достигнуто, что-то не достигнуто, где-то есть результаты, где-то хотелось бы больше. Но я могу сказать одно, что мне, мне вот за вас не стыдно. Ну, не стыдно. Я вижу плоды в жизни людей. Я не буду говорить там у всех, но есть они, есть. Плоды, изменения, мышления. Почему человек поступает так или так? То он так думает. И если, допустим, будет ситуация, что придется уехать мне, ну, то есть передать церковь здесь, уехать, что для меня будет радостью? Для меня будет радостью слышать, что вы здесь стоите в истине бодрости. То есть не стали в силе, что, ну, есть кого оставить. Вот мы уезжаем сейчас, смотрите, аж я, Рома, Коля, не последние люди. Но есть кого оставить. И мы знаем, что, да, Олег, если не Олег, там Слава, если не Слава, Женя, не Женя, Юра. То есть есть те, которые встанут и будут служить. Не скажут, ну, шо уж уже, нету вот этого, какого, жирафа, которому виднее. Ну, что мы там сидеть будем? Что мы можем вообще? Пойдем в источник веры на служение. Есть такая, нет, церковь? Источник веры? Нет, ну, чтобы никого не обидеть, я так придумал. Вот так вот. То есть, церковь, и я могу могу про, подытожить, что моя жизнь на сегодняшний день посвящена церкви. И кто-то скажет, это не духовно, надо Богу. Нет, нет, Господь свою жизнь посвятил церкви. Он сказал, за них я предаю себя. Он посвятил все свое здоровье, все, что он имел церкви. И мы, как священники, мы посвящаем свою жизнь служению, да, Богу, но и служению телу ему церкви. Сейчас наше, как бы, коэффициент полезного действия может вообще выглядеть незначительным. Не в том дело. Ишуа поднял 12. Этого оказалось достаточно. Уходя с этой земли, там вообще единицы оставались. Но этого оказалось достаточно. Ишуа поднял 12. Ишуа поднял 12. Субтитры создавал 12.